Приветствую друзья! Сегодня речь пойдет про совершенно уникальный станок нью-йоркской компании Cochrane Blue, которая изначально производила напильники и промышленные орбитальные пилы по металлу. Универсальный вертикально-фрезерно-строгальный станок, созданный данной компанией, был настоящим открытием. Он не был похож ни на один станок, существующий до этого. Специалисты по производству назвали его станком тысячи применений, в очередной раз акцентируя внимание на его широкоуниверсальность. Полезность и универсальность прецизионного фрезерного станка Cochrane установила поразительные рекорды в таблицах расходов многих инструментальных и механических цехов. Там, где использовались универсальные вертикальные фрезерные станки, произошло определенное снижение затрат и такой же рост эффективности производства. Благодаря установке вертикальных фрезерных и пазовых головок рядом друг с другом, а также оригинальному механизму привода стола, который можно настроить на непрерывную или прерывистую подачу, опытные механики находили широкие возможности для открытия новых и экономящих время способов обработки сложных деталей при одном или уменьшенном количестве настроек. Благодаря оригинальному дизайну, патентный документ на него занимал около 14 страниц. Станок на самом деле был немного более универсальным, чем можно было предположить по названию, поскольку его можно было использовать не только как вертикальный фрезер и пазовый фрезер, но и как координатно-сверлильный станок, а при горизонтальном положении головки, как обычный, хотя и маломощный, строгальный. Универсальный станок весил чуть меньше тонны и занимал площадь 145 на 170 сантиметров. Он также выпускался только с фрезерной или пазовой головкой и скорее всего впервые был продан в 1912 году, когда начали появляться статьи в технической прессе. Главная колонна высотой около 70 дюймов была отлита как единое целое с цельной ножкой и головкой. Последняя была сформирована для размещения смазываемой маслом коробки передач со скоростью вращения шпинделя. Первоначально она приводилась в движение либо плоским ремнем от вала воздушной линии, либо дистанционным контрвалом. Однако в более поздние годы была предложена автономная машина с регулируемой по высоте платформой, установленной на верхней части колонны, на которую можно было установить рекомендованный двигатель мощностью 1150 оборотов в минуту. Обе головки располагались на общей поворотной бабышке, которая выступала из передней части коробки переключения скоростей и крепилась тремя болтами, проходящими через круглый Т-образный паз. Такая конструкция позволяла вращать головку на 360 градусов. При этом установка облегчалась благодаря наличию червячно-колесной передачи, управляемой рукояткой. Кроме того, каждая головка могла поворачиваться независимо под прямым углом к оси горизонтальной опоры. Имелась небольшая разница в количестве поворотов для каждой головки. Фрезерная головка могла наклоняться на 45 градусов в каждую сторону от вертикали, в то же время как пазовая головка была ограничена 40 градусами. По окружности всех вращающихся элементов были выгравированы градусные шкалы, а за дополнительную плату можно было установить, но не устные метки. От двигателя или контрвала с помощью широкого плоского ремня привод передавался на входной шкив коробки передач, работающий на роликовых подшипниках и включающий в себя муфту, рукоятка управления которой поворачивалась с правой стороны колонны. Коробка передач была простого типа с конусом из пяти закаленных шестерен на шлицовом валу. Требуемая скорость включалась скользящим ключом. На ранних станках в фрезерную головку была встроенная реверсивная передача, но поскольку максимальная скорость была довольно низкой, около 330 оборотов в минуту, в более поздних версиях от нее отказались и вместо нее установили вспомогательную коробку передач на верхней части фрезерной головки, которая удвоила число оборотов шпинделя до 10. Теперь они составляли от 55 до 2122 оборота в минуту. Скорость выбиралась с помощью длинного квадратного рычага, поворачивающийся с правой стороны колона, на боковой стороне которого были выгравированы пять скоростей хода от 25 до 150 в минуту. Приводимая в движение цилиндрическими и коническими шестернями вертикальная головка содержала конический шпиндель B&S, который на ранних версиях работал в конических бронзовых втулках, оснащенных регулировочными манжетами, а на более поздних станках в регулируемых конических роликовых подшипниках или шариковых. Ход пиноли 3,5 дюйма контролировался маховиком тонкой подачи, работающим через червячно-колесную передачу. Также был установлен микрометрический винтовой упор, циферблат которого был градуирован в тысячных долях дюйма. В качестве дополнительной опции предлагалась подача вниз, 4 скорости подачи. Плунжер пазовой фрезы также приводился в движение цилиндрическими и коническими шестернями, колебался с помощью кривошипно-шатунного механизма, имел ход от 0 до 6 дюймов и оснащался механизмом быстрого возврата. Держатель инструмента мог поворачиваться на конце плунжера и таким образом работать под любым углом. Положительный рельеф обеспечивался в конце хода резания механизмом с шарнирным соединением, а освобождение осуществлялось рельефной собачкой, ударяющей по рельефному валику. На обратном ходе инструмент оставался свободным до тех пор, пока противоположный валик не зацеплял его для хода резания. Валики должны были быть правильно установлены, поскольку длина хода варьировалась, что обеспечивалось винтовым регулятором с левой и правой резьбой, оснащенным головкой с накаткой для легкого захвата замасленными пальцами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok